МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сумму не больше, как 22 евро в месяц, и вагой до 10 килограммов. Зменения, сгодна указу президента номер 40, будут стыдшиться и приватных поездок. У нововведениях разбиралась Марина Северьянова. Новые обмежевания будут денежать с 14-го красавика, просто два месяца после официального опубликования указа. Заразь беларусы могут без пошлин наотрымливать замяжи посылки для властных окрыстанья на сумму не больше, как 200 евро, незалежно от колькости покупок. Коли лимит перевышенный, то придется заплатить 30% от суммы перевышения. Зараз Беларусь пошла в этом питании по модели европейских краин, у многих з яких денежа минавита такое обмежевание – 22 евро и 10 килограммов. Например, вы заказываете и оплачиваете в замежном интернет-магазине товар на 25 евро, сумку, туфли, телефон, все, что заугодно. Коли посылка придет в Минск, треба будет оплатить пошлину – 30% от суммы перевышения кошту. А сдарается и на дворот. Сумма за лимит не выходит, а вага перевышена. Альбо не укладываются у нормы, а одразу обо два параметры. В случае, если стоимость, к примеру, будет 20 евро, а вес посылки 12 килограммов, то будут взиматься таможенные платежи в зависимости от веса. То есть за 2 килограмма лишних 4 на 2 – 8 евро подлежат уплате, плюс сбор за совершение таможенных операций – 5 евро. К примеру, вы заказали посылку стоимостью 25 евро весом, к примеру, 15 килограммов. Тут в этом случае расчет немножко сложнее за счет того, что ставка комбинирована. Будет рассчитываться как от стоимостной составляющей, то есть превышающей 22 евро, так и от весовой. И та, которая окажется больше, та и подлежит уплате. То есть либо это будет 30% от стоимости в части превышения, либо 4 евро за килограмм превышения. Коли вы регулярно подорожничаете за покупками у соседней окраины, то в первый раз мыть не дозволить без пошлины перевести товары по раннейших нормах на сумму у полторы тысячи евро и в огонь не больше, как 50 килограммов. А вот потом три месяца и при каждом пересечении мяжи придется заплатить пошлину с товаров коштом свыше 300 евро альбо тяжей за 20 килограммов. Али и тут есть нюансы. Без пошлина, навод при выконане коштовых и ваговых нормах можно проводить товары только для уластного корыстания, для коммерциных метов, только с додатковой оплатой и ответным мытным оформлением. Если физическое лицо перемещает однотипный товар, например, какая-то одежда одного размера, одного номинования, ну или товары обихода одни и те же в большом количестве, то великий риск неотнесения данных товаров товаром для личного пользования. С 12 миллионов посылок, якие в минулом году поступили в Беларусь, 70% было заказано в интернет-магазинах. До речи, в 2013 году таких посылок было в 6 раз меньше. И это при том, что 90% беларусов в уголе не отрымливают посылки. По подликах, в минулом году, когда 250 тысяч наших граждан отрымали от 10 до 100 и больше посылок. По мерковании специалистов, то, кто отрымливает их на постоянной основе, предшим однолькового ассортименту, докладно не может выкаристовывать их во уластных метах. Марина Северьянова, Валера Ихапанько, Телерадо, компания «Гомель». У Беларуси распочалась кампания по представлению деклараций по подоходным податку с физичных особ. Опошняя дата их подачи – первая саковика. Инспекция Министерства по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области просит граждан не откладывать эту справу на опошние дни. Декларации можно подать у инспекции по месту жихарства у прационной дни с 8 до 19.01, по субботах с 9 до 13. До инших тем. Супрационники газовой службы завершают плановую сезонную проверку стану газового обсталевания в жилых домах и квартирах областного центра. Зараз засталось около 10% непроверанных объектов о догольной колькости газификованных помешканью, яке подлегают регулярному контролю. Наши корреспонденты подекавилися, як ведеться проверка и на что треба звернуть увагу, каб эксплуатация газовых приборов была беспечной. Здравствуйте. Вы у Гомельгаз прибыли к вам для проверки планового технического обслуживания вашего газового оборудования. Проверка газового обсталевания – процедура запланованная. Ее задача – оценить техническое становище газовых приборов. Мета – продухилить негативные наступства. Самое распространенное нарушение – это когда граждане пытаются вмешаться в работу газового оборудования, то есть какие-то внести изменения. Либо самовольно переставляют газовое оборудование, подключают его самостоятельно. Это категорически запрещено. Ну и также нарушение правил пользования. В принципе, газ, он безопасен, если, как говорится, с ним работать на «вы». У Доми Любови Солохиной газовый котел поменяли не меньше, как пять годов тому. Проверку обсталевания проходить регулярно, ответно по требованиям. Уся документация в парадку. Господы не в курсе новинов и ставлення до газовой семьи уважливая. Была очень трагедия большая. И людям самим нужно смотреть, проверять как-то. Я не знаю, вот с этой вытяжкой это очень страшно было. Поэтому не знаю. Даже если сам не можешь вызови лишний раз, я думаю, приедут. Там, если надо заплатить, там небольшие деньги. И проверят служба. В приватных домах работу вытяжных, вентиляционных и дымовых каналов на наявность тяги можно проверить и самостоинно продапомозе листка папира обо пламени запалки, калинема утяжки газу. А лево шматкватерных будинках, контроли, ремонтная работа ожидаюляют организации, и кемать на это отповедное право. Это входит в обязанности собственников жилого фонда, либо нанимателей помещений жилых. Значит, проверка за дым-вент-каналами, своевременный осмотр. Так, значит, это может быть либо пройти обучение абонент в специализированной организации и получить соответствующее удостоверение, значит, завести у себя журнал и проверять в соответствии с графиками. Сегодня на обслугововании Гомельгаза находится каля 960 тысяч квадр. З их 24 тысячи помешкания обсталеваны водонагровальниками с выше 54 газовыми котлами. На тему безопасной эксплуатации этих приборов супрацовники службы газа регулярно ведут размовы с насильництвом. Хочу обратить внимание на то, что мы газовые плиты обслуживаем один раз в 10 лет. Газовые проточные водонагреватели обслуживаются раз в два года. И газовые котлы обслуживаются один раз в год. Это называется сезонное техническое обслуживание. Важно видать, что любое самовольное вмешательство у переобсталевания бытовых газовых систем – риска для життя и грубые порушения, кое карается штрафом по мере до 20 базовых величин. Александр Гамоля, Михаил Рабкоу, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у одной из гимназий областного центра отбылась выездная викторына телерадиокомпании «Гомель» «Размовляем по белорусску». У делу ее приняли в учни пятых классов. Им треба было передолить четыре этапы с заданиями наведа неродной мовы и культуры. Разом с ведущей программой Аленой Троценко за отказами школьников сочила и наш корреспондент Вероника Ворошилина. Энергичная, кемлевая, творшая. Менавито таких юных удельников объеднала выездная викторына телерадиокомпания «Гомель» «Размовляем по белорусску». По традиции мероприемство почалось со знаемства команд. Коселки, молодшины, все пришли перенавшимы. Подчас викторыны в учням 51-й гимназии треба было переодолить четыре гульнявых этапы с самыми розными заданиями наведанной родной мовы и культуры. На первом этапе гульни команды будут перекладать словы, словозлучения и сказы с русской мовы на белорусскую. Перевести, растлумашить сенс слов, подобрать фразеологизм и протягнуть поэтичный твор. Зробить это треба, крыстающийся выключено белорусской мовой. Задания команды отримывали по чарзе. На роздум им давалось не больше за пять секунд. За каждый правильный отказ налишивались балы. Наша команда лечит, что поезд по белорусскому – это тягник. И говорит, да правильный отказ, калиласка два балы. Телевикторына «Размовляем по белорусску» створается телерадиокомпанией «Гомель» по заказу телеканала «Беларусь-3». Основная мета проекта – одродить интерес до белорусской мовы, продемонстровать ее свою особливость и познаемить телеглядашоу с мовными таемницами, законами и курьезами. За час основания телевикторына снята коля 70 программ. Уделы их приняли дети и дорослые из самых розных кутков нашей краины. Гимназия номер 51 «Гомеля» стала другой установой адукации, дзевикторына «Размовляем по белорусску» пройшла у выязным формате. «Треба сказать, что все ж таки у студию трапляюць в учни старейших класаў. Ну, самые малые гэта былі в учни сёмага класа. Частей 10-ы, 11-ы, 9-ы зрэдку. Ну, а у пятикласнікаў не так шмат шансаў. Їх яшчэ досвіду мала. Ну, а тут пагуляць з імі вельмі цікава. Яны все успрымаюць вельмі ярка, жива і захочена гуляюць». У гімназії номер 51 Гомеля выязная викторына «Размовляем по белорусску» была организована у рамках проведения тыдняродной мовы і культуры. Даже ж тут пастоянно імкнуться використовувать самые разнастайны і инновацийны формы работы. «У нас традиціонныя такі і встречі і с писателями различными белорусскими, і представителями белорусской культуры, белорусського искусства. Традиціонно нас проходят недели белорусського языка, литературы. Эти недели направлены не столько на формальний подход, а именно на то, чтобы действительно пропагандировать і свій язык, і свою культуру через якісь игрові моменты, через встречі. Тому що только так можна проявити любовь к родному краю, к родной країні». По выніках виязаной викторыны «Размовляем по-белорусску» команда «Пераморцца» отримала у якості прыза книги белорусських аутарів. А са усіми без виключення засталіся корисные веды і зарад доброго настрою. «Мне вельмі все сподобалося, давітылся шмат чаху нового. Мені було вельмі приємно будзинчаць у гэты гульні». «Я хатеў бы, каб Елена Михайловна приїжджала частінь. Са сваі праграмай к нам уж у гімназію». Вероніка Варашіна, Йоген Макіінка, телерадеокампанія «Гоміль». Любов да життя і мастацтва немає обмежаванняў. Жихарка вёскі петшіщі Светлагорськага района доказывая гэта на власным прикладі. Любов руснак, яка з 2009 года прикавана да інваліднага кресла з затяжкай хворобы, стваряя саправдныя шедэвры. І гэта прытым, што жанчына маль паўнастю паралізавана. Сталіновітай мастачкай пазнаёміўся Дмитрэй Котаў. Інваліднае кресла для гэтай стойкай і моцнае духам жанчыны не стала бар'єрам. Што дзень, яна демонструя можнасть і саправдны чалавечы гераізм. Статус, який любов руснак мае ў грамадстві, чалавек з обмежаванными махчымастями, немае дачыненя да е творшасті. Тяжкае захворывання не оказалася пирашкодай. Кагда я уже перестала руками писать, то муж говорит, а папробуй ртом. Ну, так, он как бы ради смеха. Ну, я папробувала одну, вторую, третью не получилось. Ну, а он со стороны, он видел, он говорит, извини, говорит, некоторые так руками, говорит, не нарисують, как ты вот начал ртом. Многі і лишат, што пасля захворывання талант мастачкі раскрывся па-новаму. Любов руснак жартуя, што гэта звязана са з'явленням вялікай колькості вольнага часу. Прас картины яна выказывая свае самы шыры пачути і эмоции. Головный герой сюжетов, любимый муж і дашка. До того ж, на полотнах свае уасаблення знаходять живелы і краєвиды беларускай природы, не забывая жаншина і Молдавію, де провела дятінство. Очерпаю вдохновение в том, что пока я рисую, я не думаю, что у меня там руки, ноги не работают, то есть голова полностью отвлекается. Ну и меня вот даже подруги мои не знают, что если я рисую, меня о чём-то спрашивать – это бесполезно. Любов руснак молюя з дятінства. Пасля переезду увёзку печищи пошла выкладать у мясцовой школе. Мастачка лишила вельми важной махчимость передавать своё майстерство детям. Когда ребёнок у меня очень часто мог на уроке сказать, я не умею рисовать, я не буду это рисовать, то я всегда говорила, поверь, если ты хоть чуть-чуть подумаешь о том, что ты это можешь, у тебя обязательно получится. С того часу, як Любов руснак почала молювать таким незвычайным способом, яна створила каля 200 картин. У послужным списи шматлики и выставы у Светлогорска и Гомеле. Вообще хорошо, потому что так просто человек не занят ничем, а такое есть цель к чему-то и стимул какой-то, вот надо это, где-то что-то, выставка есть, где-то есть к чему-то стремиться, а так вообще человек сидит, вот нечем заняться, а у неё есть свой стимул. И сейчас я стараюсь не зацикливаться, потому что если зацикливаешься, приносишь боль в первую очередь себе, а самое главное – окружающим. Если всё время ныть, и к тебе, как говорится, люди не подойдут. Своим уластным прикладом Любов руснак демонструя силу духа и стойкость человеческого характера. Не глядяши на складанные житёвые выправывания, яна протягивая займаться любимой справой и доказывая, что у житті няма нічого немахчимого. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокампания Гомель, Светлогорский район. И на этом поколю всё. У студии працавала Наталья Игнатенко. Усяго доброго и до встречи у эфиры.